Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Построить фундамент здоровой семьи и укрепить свой иммунитет, взяв достижения науки в свои руки. Вода – это архитектор здоровой и счастливой жизни. Все это и многое другое в программе Академия Здоровья на Радио Болтком. Всем добрый день, здравствуйте. Программа Академия Здоровья. С нами на прямой связи эксперт по качеству питьевой воды СИА «Акватор» Евгений Данко. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, доброе утро, Олег. Да, мы вчера как-то остановились на том, что действительно существует большое количество, скажем, показаний для рекомендации по использованию анизированной воды щелочной, как профилактическое средство, естественно, при всевозможных заболеваниях. Тут даже вот есть специально прилагается подписано, вот написано доцентом Пятрасом Шибильскисом, вот эта брошюра, где аллергии, ангин, абсцесс, грибок, грипп, по алфавиту, перечень всех различных. Чтобы вы могли их найти, да, чтобы не перелистывать весь воспалочник небольшой. Да, он достаточно небольшой, но вот мы говорили о том, что, кроме всего прочего, мы как-то всё время забываем о том, что ионизированную воду можно использовать и в быту. Вот, может быть, как-то не все осознают, что это не только для каких-то, ну, случаев таких критических, когда у человека возникла необходимость исправить какие-то вот заболевания, что-то подлечиться. А в быту абсолютно здоровые люди могут использовать, естественно, вот для домашних всевозможных дел. Вот каким образом, может быть, вот на эту тему могли бы вы, Евгений, рассказать немножко? Ну, первое, вы знаете, меня смутило вот это вот выражение «абсолютно здоровые люди». Я сейчас судорожно пытаюсь среди своих ближайших знакомых, друзей, приятелей вспомнить, где я видел абсолютно здоровых людей. Да, я видел абсолютно здорово могущих что-то сделать людей, да, вот моя мото, скажем, мото-братство наше латвийское, да, прибалтийское. Эти люди, которые могут проехать, как и я, две с половиной тысячи километров за два дня от Риги до Бургаса без, там, практически остановок, уснув на голом поле. Ну, вы знаете, многие из этих друзей моих, которые очень выглядят мощно, здорово, знаете, такие качки. К примеру, один мой приятель, он права может не взять, забыть, да, может банковскую карточку свою в путешествии не взять, деньги даже забудет. Ну, деньги мы найдем, скинемся, без амепрозола не выезжает. Ну, вот заброс кислоты из желудка в гортань, сжигающую с утра. И вот так вот, если перечислить, я лично, я лично, ну, мое субъективное мнение, среди своих достаточно большого количества, вот так вот, приятелей, если взять, да, абсолютно здоровых людей нет. Даже те, кто пьют ионизированную щелочную воду, вы помните правильно, да, это не панацея, это не лекарство, которое вот ты выпил в стакан, все, как в сказке, знаете, там, добра красавица дала там напиться ковшишек, и все, все сразу прошло. Ну, такого не бывает, давайте начнем с этого, такого не бывает. Да, ионизаторы воды, сами приборы, которые производит замечательный литовский завод, дай бог им здоровья и долгой еще жизни, чтобы еще 30 лет работали, они делают разную воду. Ну, мы все прекрасно знаем разницу между водой в Рижском заливе, в Даугаве и, скажем, дождевой, да, некоторые даже догадываются, почему снег нельзя есть, ну, только если желтенький, потому что в снеге нет минералов, вода, как и дождевая, она фактически непригодная для питья, она должна пройти через землю, носиться минералами, вот тогда уже из подземного источника мы пьем. Вода встречается в природе и не только в наших, как сказать, юрмальских болотах, где сероводородные и прочие источники, которые прекрасно работают с грибками и бактериями не только в человеке организма. По хозяйству, ну, самая простая вещь, которая есть у всех, да, холодильник, чтобы он не пах, чтобы была абсолютная чистота, чтобы было все классно, чтобы продукты не портились, не покрывались плесенью, за ним нужно ухаживать. Ну, понимаете, да, когда там стоят разные продукты. Ну, да, периодически, да, все вытащить, да, промыть тряпочкой, там, протереть. Чем мне нравится кислотная вода, PH2,4, тот самый биоцит, та самая вещь, которая прекрасна с грибками, вирусами, справляется с бактериями. Если вы нашли время, ну, хотя бы раз, вот вытащили все продукты из холодильника, не надо покупать никакие дорогостоящие вещества, возьмите просто в пульверизатор той же самой кислотной налейте, ну, вот сколько приготовилось, 0,7, да, там, за минут 10 прибор этой замечательной воды вам приготовят, попшикали, дали минут 5 постоять, протерли. Если совсем не лениво, сверху еще немножко запшикали серебряной, так сказать, на долгую и хорошую память. Ближайшие полгода никакого запаха из вашего холодильника не раздастся. Более того, продукты, вы заметите, что те же помидоры, ну, плесенью больше не покрываются, да. Ну, потому что там больше никто не живет, патогенный, нету. Вы убили всех, всех этих злодеев кислотной водой. Серебро, вы же не протирали после него, да, попшикали и оставили. После кислотной можно протереть, ну, чтобы чистенько, беленько все было. А вот серебряную вы попшикали и дали высохнуть. Ну, все, серебро в ионной форме на стенках холодильника осталось. Более там не поселится никто. И даже вам скажу так, ну, конечно, осень уже не актуальна, все сезоны дачные и прочие огородные отошли. Но когда вы покупаете, ну, зимой бывает хочется себя побаловать помидоры на веточке, да. Ну, и так растягиваем на долгий срок. Бывают они же вкусные, когда вот пахнут помидорами. Олег, ну, вы знаете, о чем я говорю. Стоит иногда неподчас дорого. Можно найти только на рынке фактически. Но иногда мы туда идем, вот, хотя бы немножко взять, немножко побаловать себя, своих детей. Какие-то такие летние витамины, что ли, солнечные. Еда ведь это очень важно. На самом деле, мы то, что мы едим, мы то, что мы пьем. Пусть немножко, пусть дорого, но зато с любовью, с удовольствием для себя. 80% удовольствия в жизни человек получает от еды, посчитали ученые. Да, только поймите правильно. Не от обжорства, не от переедания, не как римские патриции, простите, потому что за упоминание с утра этих людей. Как нормальный любой человек получает удовольствие от еды. Вы знаете, я вот летаю самолетами аэрофлота, никогда не кушаю эти сэндвичи хлебные, которые у них там кладут, но я всегда съедаю это маленькое яблочко. И не знаю этот секрет, у них всегда маленькие, холодненькие и до безумия сочные вкусные яблоки. Я у аэрофлота получаю удовольствие, в принципе. Не от полета, а от того, что они кладут вот это маленькое яблочко. Так и здесь, если вы те же самые помидоры на веточке обработали кислотной водой, свои овощи, фрукты, да, ну, дали высохнуть, поставили в холодильник, через две недели там достанете, ни капли плесени не будет. Почему? Ну, нет патогенной флоры. То есть прибор хорош тем, что готовит не только воду, которая помогает вдохнуть новую жизнь в тех людей, ну, которые, в принципе, уже с этой жизнью попрощались, да. Она не только улучшает самочувствие, придает силы. Ее употребление стимулирует регенерацию клеток. Понимаете, о чем я говорю? Это не бессмертие, отнюсь. Но это гораздо более долгая и счастливая жизнь. Потому что когда у вас происходит регенерация клеток, когда организм обновляется, когда со временем у вас нормализуется, и причем не очень долго ждать не надо, нормально становится кровяное давление. Когда пищеварение приходит в норму, а здесь срок неделя-две, причем даже если самые запущенные случаи, пусть вы врач, пусть вы работали в шестой больнице, в плявниках, в этой детской поликлинике, там 20 лет отдали медицину и не смогли нормализовать свое пищеварение, я извиняюсь, что упоминаю свою маму, как бы не принято про родственников говорить, хватило недели, чтобы весь скепсис, как, знаете, говорят, как рукой с него. Ведь у нее прибор, я ей подарил, в прихожей стоял год, еще куркался на четвертой поперечной, да, как она меня только не называла, тебя литовцы все, кто заманили, ты тронулся умом, как эти Гербалайфы и прочие идиоты, которые ходили по городу, говорю, мам, я по городу не хожу, слушай, есть нормальный завод, построили в советское время, ты, собственно говоря, отдала всю жизнь медицине, то, что имеет какое-то работу, значение настоящее, продается в аптеках, я говорю, ну да, в советское время вот продавался аналит-каталит в аптеках, что случилось с 91-го, ты сама знаешь, ты осталась без работы, как и половина страны, я говорю, в принципе, наверное, никому до этих ионизаторов не было дела, кроме вот литовцам, которые свое производство почему-то не разрушили и не продали по бетонным этим кирпичикам, а стали делать, производить дальше, собственно говоря, сейчас и делают, производят, молодцы, производители, не перепродажники, не покупают из Китая привинчивая трибултика и продают под своей маркой не они, то есть производство полного цикла, своя научно-исследовательская лаборатория, я говорю, почему бы у таких людей, ну пусть он стоит там, был тогда цена у него сумасшедшая, 500 лат, очень дорого продавали в Риге, я говорю, ну пусть он стоит эти 500 лат, но ведь это на ближайшие 10-15 лет, как минимум, я как технолог все проверил во всех лабораториях, пластик настоящий, медицинский Тирулан из той самой Германии, Баден, Вюнтерберг, БАСФ, я даже там побывал, понимаете, то есть не то, что я тотально недоверчивый, но мне очень важно знать, что это не эффект плацебо, это не самоврушение, что это все по-настоящему. Когда ей коллеги сказали, что при вот такой вот заболевании опухоли в мозгу нужно пить щелочную воду, она резко вспомнила, что сын что-то там принес, начала пить, я не буду говорить, что как ей там, что помогло, бог с этим, тот самый момент с пищеварением, который моя родная мама не могла нормализовать в течение 20 лет отданных в больницах и поликлиниках нашего города, Риге, нормализовался за неделю. О чем она мне позвонила и сообщила уже с санатория, говорит, ты знаешь, никогда не думала, что буду тебе это говорить, но этот чайник-то твой, говорит, работает, а я-то, говорит, дура, целый год уже могла, извиняюсь, нормально ходить в туалет, чего ждала? Я говорю, ну не знаю, видно, что она когда тебя конкретно, как сказать, знаете, жареный петух, причинное место климит. Так вот, дорогие мои, не надо ждать, не надо воспринимать эту технологию как панацею, как последнюю соломинку, на самом деле это не соломинка, а крепкая, хорошая веревка, которую можно вытащить из пропасти ни одного человека, достаточно многих, но если вы до того, как где-то будет указатель, что там пропасть впереди, начнете пить эту воду, то вы никогда даже к этой краю пропасти не подойдете, почему? Ваша дорога пойдет по совершенно другому пути, вот так вот. А вот говоря, все-таки мы все говорим про холодильник, холодильник, вот микроволновку, которая тоже ведь воняет, там постоянно пищей. Олег, Олег, я очень извиняюсь, вот скажу сразу, мое субъективное мнение как технолога, как шеф-повара, как человека, который с ребятами открыл когда-то в 2003 году МЦ «Квадрат» на Краста, у нас шеф-повар с командой убежал, и вот нас там собрали с ресторанов, мы сделали чудо невозможное, как профессионал, вот сейчас вообще не про воду инизированную. Дорогие мои, если вы не хотите убивать свой собственный организм, здесь я основываюсь чисто на технологии, никакой околонаучной ереси. Возьмите микроволновку, подойдите, выкиньте ее, ну ладно, не с окна, кого-нибудь зашибет, возьмите в руки и отнесите на мусорку, поставьте там рядом, кидать не надо, а лучше выкиньте, чтобы никто ее не подобрал. Когда идет одновременный прогрев продукта, понимаете, не как в духовке, не как в пароварке, не как вот везде, в русской печке, наконец, в любой печке, от концов, от краев к ядру, и потом разжимается обратно, как вкусный стейк готовен, когда идет одновременный нагрев в середине, в глубине, по краям, в конце, везде, и испаряется та самая межклеточная жидкость, внутриклеточная, межклеточная, еда становится дохлой, бездушной, как я называю. Те самые электролиты, ради чего вы покупали стейк, меланин внутри, это все уходит. Тогда проще питаться туалетной бумагой по кругу. Расходов никаких. Это то же самое. Съесть вафельное полотенце, кусок туалетной бумаги или еды из микроволновки. Если вы слышите где-то в кафе, куда вы пришли покушать, слово динь, знаете, да, когда? Да, да. Уходите оттуда. Даже если вы уже заплатили, наплевать на эти деньги, ничего страшного, вы на лекарства потратите больше. Я вас очень сильно прошу, как человек, просто как Евгений, да, не как там технолог, даже не как шеф-повар, не как представитель акватора. Я вас прошу как человек, пожалуйста, любите себя. Ну, мультиварки люди создали, очень удобная штука, да, можно разогреть там. Не нужно в кастрюлю даже вставлять, как в советское время, эти решетки для того, чтобы на пару подогреть. Не нужно разогревать эту духовку, на сковородочке, там, маленький огонь. Как угодно разогрейте свою еду, если вы любите себя. Если вам наплевать, ну, и пользуйтесь микроволновкой тоже запшикать кислотной водой, но ничего хорошего из этого не получится, потому что сама технология не для людей, поверьте мне. Вот эта урбанизация, вот эта технология, на которую посадили людей, купи полуфабрикатор, разогрей в микроволновке. А как вы думаете, почему такой всплеск онкологических заболеваний? Почему рак съедает, в первую очередь, желудок, пищеварительную систему? Ну, нельзя так жить, ребята, нельзя так есть. Лучше купить немножко, лучше потратить время на себя, лучше сделать так, чтобы, поймите, что ты ешь, что ты пьешь, так ты и живешь. Зачем самому зарабатывать себе болезнь, от которой, в принципе, нету лечения, потому что она системная. Она системная. Если вы делаете так, что она возникнет, она возникнет, никуда вы от этого не денетесь. все слова о том, что нету времени, я не хочу, я не могу. Поверьте мне, человеку, который в реанимации на том свете в 2005 году провел 8 суток, время у вас есть. У вас у всех есть время. На седьмые сутки я осознал, что такое счастье. Знаете, что это такое счастье? Это когда выходишь из комы, лежишь абсолютно парализованный, здесь 12 шлангов, центральный катетер, здесь шланчики с дренажом, неудачная эпидуральная анестезия, как потом оказалось, тебя парализовала, но ты еще пока этого не знаешь, ты просто отключен от всего, голова только чуть крутится, хлопаешь глазками, смотришь на больничный двор, а там пострадание как раз, ток-ток-ток-ток-ток, по двору идет какой-то мужичок. И вот в тот момент я понял, что такое счастье. Вот как счастлив этот человек. Он просто идет, он просто дышит сам. Понимаете, да? Возможно, у него есть какие-то проблемы, какие-то заморочки, нет времени пожарить себе вкусную курицу, но он счастлив, даже если он об этом не подозревает. И счастлив также я, почему? Потому что я наконец-то открыл глаза. Привет снова, живые люди. Время у вас есть. Найдите на себя это время. И ваш организм, бог, природа, ответит вам тем же. Любовь и забота. И найдете время на себя, будет время понянчить и воспитать внуков и правнуков. Вот как-то так. Ну, бог с ней, с микроволновкой. Дезинфекция помещений. Вот что здесь делать? Каким образом можно использовать? Опять-таки, кислота? А очень просто. Очень просто кислотную воду, как и серебряную в том числе, ведь прибор готовит не только ионизированную, щелочную кислоту, но еще серебро. Вы можете чередовать. Залить в тот же самый ультразвуковой испаритель, увлажнитель воздуха. Не нужно придумывать велосипед, его давным-давно изобрели. Стоимость, там, не знаю, 10-15 евро можете купить в любом магазине города. Воду приготовить можете сами, либо на ЦЕСУ-15 зайти, взять ее бесплатно, где продаются торговые прицеплены наши приборы. Также можете попробовать этот эффект. Когда заливаете по H2,4-3,0, ну, вот, в любую градацию от этого делаете кислотную воду и можно спать. Особенно хорошо, да, спать, вот, когда во сне вы дышите. Получается такая общая ингаляция для всех, кто находится в квартире, которая работает не только как дезинфекция. В принципе, вот этой технологией по старым советским рекомендациям, когда мы в России здесь проводили испытания, в сельскохозяйственной академии доказывали, что эти технологии по-прежнему работают. То, что в 80-х годах было доказано и испытано, нас заставили, так сказать, в 17-м году здесь в России проводить по-новому. Ну, производство типа литовское или два у нас независимые, мало ли что вы там теперь делаете. Туберкулез у утилят в колхозе «Красный ключ» совхозный, эти хозяйства, мы взяли достаточно упадочное, да, был, собственно говоря, нейтрализован с помощью той же самой PH-2,4 и больших установок по испарению. Ведь теленку, маску на нос не оденешь. Человеку можно взять и одеть небулайзер. Ну, вот эта маска, понимаете, прозрачный такой, к этому аппарату, где также наливаешь там 5 миллилитров, капляешь, дышишь. Серебряная вода также прекрасно подойдет для офисов, для большого количества людей, находящихся одновременно в помещении, как средство, ну, против которого даже у самодельных рукотворных вирусов, кто бы их там не создал, я все-таки пьяного китайца, сожравшего мышь, не верю, уж простите за мое субъективное мнение, сработает очень хорошо. Процентов на 90, 99, 99. Почему? Ну, на 100 не могу сказать, закон о рекламе не позволяет, а нету резистентности, нету резистентности у, собственно говоря, вирусов, грибков и бактерий к серебру. За миллионы лет не выработалось. Вот такой вот интересный факт. Именно поэтому в ожоговых центрах используются растворы эмульсии на основе ионов серебра, да, как скорейшее восстановление той же самой кожи без воспалений. Если в организме человека есть серебро, прекращаются воспалительные процессы. Как его получить? Ну, кто-то замачивал раньше воду, помните, там, монетки, крестики и еще что-то прочее. Очень примитивная древняя технология. Монетки, крестики не содержат чистого серебра, там уж, простите, проба есть, да, то есть полкило серебра в килограмме, полкило еще чего-то. Когда вы берете электрод, где частота 4 девятки, 99,99, то есть банковское, медицинское серебро, фактически можно так иносказательно сказать, и щелочную воду, из которой ушел при электролизе весь хлор, вы серебрите, получаете сибро в ионной форме, которая, проникая через ту же мембрану бактерии, полностью блокирует ее ферментативную систему. Нашим клеткам не приносят никакого вреда. Наоборот, укрепление костей, омоложение крови и борьба, профилактика с вирусами. Поэтому в помещении, дорогие мои, кто еще работает, кто не сидит на удаленке, и кто хочет, в принципе, как и я, любой, даже вот этот самый страшный вирус, можно без всякой прививки перенести на ногах за три дня, если берете в руки достижения науки и техники. Не какую-то ересь околонаучную, а то, что еще 30 лет назад люди, ученые, медицина, наука придумали, разработали, доказали, внедрили. Посмотрите на тех же японцев при их кучности. А что у них с заболеваниями все как-то плохо, не очень сильно они болеют. Panasonic делает инизаторы воды уже лет 20, не знаю, 25. Стоят они, правда, бешеных денег, но зато вся Япония, Израиль, все люди пользуются этой технологией там, где государство заботится о своих гражданах. Откройте Google Вив, посмотрите, на каждом перекрестке в Таиланде, в Лаосе, в Японии стоят аппараты такие, помните, как советские газвода, 3 копейки, вода с сиропом, копеечка без сиропчика, только там на 5-литровые объемчики, что за 4 бата, к примеру, 7 рублей, ну это даже, не знаю, сколько сказать, 10 евроцентов, 5 литров воды. Вот такая цена живой воды в Таиланде, к примеру. Многие там отдыхали, ну, почешите, почешите в голове, вспомните, вспомните, напрягитесь, они стоят везде. Мы берем воду в 7-11 за доллар, а тайцы почему-то за 10 центов. Я год на это смотрел, потом говорю, ребят, что-то здесь не так, почему тайцы пьют и все счастливы? А у них государство позаботилось. Система осматической очистки, принудительной минерализации и проточной ионизации стоит на каждом перекрестке, везде. Даже покупать ионизаторы воды не надо. Ну, правда, кислотной и серебряной воды там не получишь, но живая щелочная с минусовым зарядом восстанавливающая мембрана наших клеток течет на каждом углу. Вот вам здрасте. И это правда. Это правда, которую я могу очень легко вам доказать. Берете свой смартфон, окрываете Google VIV, где в живом виде можно посмотреть любую точку мира. Наслаждайтесь. А еще возвращаясь вот к такому практическому использованию воды, стирка. Вот для стирки белья можно ли ее использовать? Вы знаете, я честно скажу, для стирки белья лучше использовать любой финский или немецкий порошок. Там, где отдушки первой категории и там, где меньше всего балласта. Потому что, если у вас, конечно, проточный ионизатор, да, очень хорошо, вы можете, у нас такие системы делаются, они стоят просто по 3,5 тысячи евро, называется Genius. Там, конечно, можно взять и в стиральную машину налить щелочной воды и порошок не потребуется вообще. Это никакое не чудо, это не мое изобретение, не вчера я это придумал, израильтяне у нас покупают из Эстонии Веролайт, такая компания поставляет реакторы, да, то есть там приборы реакторного типа, где со шланга, так сказать, тысяча литров в час вот этой воды можно получить. Как и в Таиланде, как в Америке, в квартирах нету, ну, те, кто там жил, меня поймут сейчас, нету машин, которые стирают, да, то есть прачечные отдельно. Почему? Для того, чтобы не реализовать отходы. Там за это очень жестко много денег берут, прачечное не такое выгодное дело, как бы казалось, но ребята нашли выход. Ну, с Панасоника не получишь такого объема, как из Энверолайта, наши партнеры эстонские, завод в Эстонии, да, который делает промышленное оборудование, а вот за 40 тысяч евро, купив этот реактор, ближайшие 10 лет стиральный порошок тебе не нужен, поэтому да, при стирке используется, но, Олег, у нас же с вами бытовые, трехлитровые, да, ну, как вы будете тут по 2-300 вот за 3 минуты, получается, а я имею в виду замачивать, может быть, там замачивать особо грязное белье, там какое-нибудь, если... Естественно, замачивание белья, там в принципе есть, да, вы можете взять ту же самую высокощелочную воду, посмотреть, как это получится, прекрасно пятна сходят, ну, так, чтобы постирать на стиральную порошинку, здесь, наверное, все-таки выгоднее поехать в Хельсинки или заказать вкрутый из своих, чтобы прислали нормального стирального порошка, это когда-то я узнал и проверил на своей, так сказать, там, не знаю, в Манхемии, в Хельсинки отстирывает поварской китель до бела, ну, чего нельзя сказать, к сожалению, о том, что продается в странах третьего мира, то есть у нас, это примерно как спортивный магазин, зашел в одном торговом центре, приехав в Латвию, ищу кроссовки любимые и спрашиваю продавца, а там как-то снегр такой стоит, видно, с Англии, специально привезли, я говорю, hi, bro, there is my new balance, 990-е, он говорит, а здесь этого, говорит, нет, здесь Юго-Восточная Азия, произведенная для стран Южной Америки, я говорю, эй, братуля, еще БЛМ как бы не было, это было давно, немножко так, я говорю, мы в Латвии, это Евросоюз, это Европа, он говорит, нет, судя по тому товару, что в этом магазине, мы либо в Юго-Восточной Азии, либо в Южной Америке, вот это факт, а, говорит, ты свои кроссовки где покупал, я говорю, в Германии, ну, и едь туда, ну, вот, как-то так, это зато по-честному, ребят, ну, так как есть, да, стирайте лучше стиральными порошками, но хорошими, и будет вам счастье там, где меньше балласта и одушки первой категории, а вода, то, из чего вы состоите, придайте этому значению гораздо больше, чем стиральному порошку, вот тогда у вас будут и силы, и деньги, доехать до Германии, и до Австралии, и до Англии, куда хотите, и по дороге вы не заболеете. Мы уже касались вопроса вот вымачивания овощей и фруктов, и мяса, в том числе, в воде, вот для чего это делается, как это, ну, по какой технологии, сколько нужно вымачивать и в какой воде? Смотрите, там, в принципе, ответы очень простые, запишите телефон, дорогие родослушатели, 6-222-2244, 6-222-2244, есть еще непосредственно магазин на ЦЕСУ, торговое представительство, там также живой человек вам может ответить на все ваши вопросы, это телефон 257-800-48, да, 257-800-48, либо 6-222-2244. Лично у меня получалось за полтора часа замачивания той же самой курицы, ну, той, которая растет за 45 суток вместо 90 на гормонах, на антибиотиках, убрать до 37% нитратов при замачивании в PH 9,5, там программа в наших приборах, так и называется, для приготовления пищи, радикально меняется вкус, то есть, можно не покупать нитратометр, соикс, как я, да, за 200 евро, а можно просто взять и попробовать на вкус, что через полтора часа будет, также овощи, фрукты, вы по той воде, в которой замочили, вынув из холодильника, почему в холодильнике держать замоченными, ну, при низкой температуре лучше вырабатываемость воды, повара меня поймут, ну, и технологи тоже, и те, кто любит этим заниматься, точно знают, о чем я говорю, вы по этой воде увидите, да, очень просто видно сразу, вот, что ушло из ваших продуктов, они не станут водянистыми, салат-айсберг станет хрустящим, огурцы и помидоры станут вкусными, виноград будет бесподобен, если вы найдете время, 3-4 минуты, чтобы эту воду приготовить, залить ваш продукт, поставить в этой пластмассовой бунжи в холодильник и через полтора часа достать и приготовить вкусную, полезную еду, ключевой момент, полезное, оно вкусно, невкусное не бывает полезным. Для, ну, вот буквально у нас осталось 2 минутки, для полива цветов, вот, для комнатных растений, как они реагируют на воду, и вообще, есть ли какие-то наблюдения? Ну, очень просто, я вытягивал, у нас вот в подъезде стоят, знаете, где общее пользование, личные клетки, цветы, которые некоторые люди выносят, ну, потому что дома они покрываются разными грибками, умирают, кислотная вода прекрасно справляется с любыми грибками, в том числе на ваших цветах, если вы начинаете поливать ее еще щелочной, ну, после обработки дезинфекции, причем цветок-то сам не страдает, живые клетки, все в порядке, воспринимают это очень благосклонно, то вторая жизнь, вот на цветке это проверить очень просто, да, то есть у человека занимает некоторое большее время, и мы все-таки побольше, чем цветы, на цветке на своем увидите на третий-четвертый день буквально, как если самый даже зачахлый, захудалый цветок начинает заново жить кактусы, начинают цвести, несмотря на то, что вроде бы даже не сезон, никогда вы этого не видели, так и мы, когда мы начинаем эту воду пить, мы, наши дети, у вас появляется реальный шанс не просто увидеть внуков-правнуков, а принять их в их воспитании и конкретное участие, почему? Потому что вода это на самом деле это связующий материал архитектурного проекта клеточной структуры человека, звоните прямо сейчас 6-222-22-44, 6-222-22-44 и попробуйте взять здоровье реально в свои руки, у вас все получится, от завода вам сегодня скидка 60 евро на Акватор Вива, то есть не 439, за 379 евро в подарок два комплекта мембран, сегодня будет еще бесплатная доставка по всему городу, вам приедут, расскажут, объяснят, покажут, все увидите своими глазами, оплатить можете как хотите, карточка наличная, хоть биткоинами, у нас официальное предприятие, мы работаем на благо людей, для того, чтобы люди были здоровы, вот это наша первостатейная задача, у вас все получится, так же, как получилось когда-то у меня, у моих родителей, у моих детей, жить хорошо, жить здорово, а жить без болезней вдвое, втрое, в десять раз лучше, поверьте мне, человеку, который не просто вылез из реанимации, я заново создал себя, благодаря вот этой живой воде, 6222, 2244, звоните прямо сейчас, закажите, получите источник жизни, источник здоровья в своей квартире, в своем офисе, не знаю, его можно поставить в любом месте, все, что нужно, 220 вольт и вода, которую вы нальете, и когда вы сделаете первый глоток, через 3-4 минуты, он делает ее очень быстро, вы все поймете сами. Академия здоровья Евгений Данко, эксперт по качеству питьевой воды СИА Акватор, был вместе с нами, спасибо большое, до новых встреч. До свидания. Радио Болтком ВИА СМС запускает новое мобильное приложение ВИА